В середине 15 века в Турции придворный повар султана придумал изумительный десерт – пахлаву. Сегодня мы будем готовить турецкую пахлаву, но приготовим его в современном варианте с применением теста филу. Нам понадобится тесто филу, грецкие орехи, миндальные орехи, сахар, немного растопленного сливочного масла. Для заливки нам понадобится немного меда, сахара и воды. Вначале приготовим начинку. Орехи грубо подробим в ступке. Их можно измельчить и скалкой, но ступкой лучше. Этот рецепт настолько простой, что приготовить его может любая хозяйка. Смешиваем вместе два сорта орехов. Добавляем сахар. Хорошо перемешиваем. Начинка готова. Отставляем начинку в сторону и начинаем формировать пахлаву. Тесто филу – это почти невесомое тесто, приготовленное с минимальным добавлением жиров и практически без яиц. Берем один пласт теста филу, укладываем в форму. Первый слой теста филу смазываем растопленным сливочным маслом и приклеиваем к нему второй слой теста. Теперь посыпаем начинкой. Поверх кладем пласт теста. И снова присыпаем начинкой. Чередуем тесто и начинку, пока то и другое не закончится. Но верхним слоем обязательно должно быть тесто. Два последних пласта теста склеиваем между собой, промазывая их маслом. Края теста подгибаем. Делаем это осторожно, потому что тесто очень нежное. Слегка взобьем яйцо. И смажем поверхность пахлавы. Нарезаем на ромбы. И отправляем в разогретую духовку. Пока выпекается пахлава, приготовим заливку. В миску наливаем воду, высыпаем сахар и ставим на огонь. Сахар растворился и мы добавляем мед. Мед растворился, заливка готова. Пахлава подрумянилась. Заливаем заливкой. И отправляем на несколько минут назад в духовку. Пахлава готова. Пора вынимать из духовки. Прорезаем еще раз горячую пахлаву. Такой десерт достоин любого праздничного стола. Продолжение следует...